Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас уже под 50 Имеется в виду Эти микрорайоны, как правило, такие прямоугольные, квадратные И внутри их может быть около 70 домов Вот здесь тоже один интересный момент покажу Вот здесь много людей просто проходят, но не замечают Вот такой вот маленькой-маленькой детальки Это морские каспийские улиточки Они сейчас, скорее всего, в анабиозе, в спячке Чтобы понять атмосферу города, стоит сходить обязательно сюда Первая достопримечательность – это скальная тропа Следующее я бы посоветовал всем – это ретро-кафе Шевченко По адресу 7-й микроэн, 5-й дом Там находится кафешка, максимально обычная столовка Ничем не презентабельна, но у нее есть главная фишка – это кафе-музей То есть там сохранены исторические фотографии города Исторические какие-то микроштучки, типа там какие-то брошюрки пионеров Вот всякие вот такие вот СССРские штучки там сохранены И они вот именно прям из Актау, из Шевченко Поэтому вот обязательно советую туда сходить Здесь в Актау есть своя архитектурная особенность Может быть даже изюминка Не знаю, как в других городах Но непосредственно в Актау есть такие дома По принципу, по такому типу, которые называются как галерейка Ее особенность такая, что несколько этажей, пятиэтажки чаще всего, но бывают разные В начале дома и в конце дома имеется такая лестница для подъема выбора нужного вам этажа И далее там просто коридор длинный И выбираем нужную себе квартирку С виду может быть выглядит как общежитие, но внутри может выглядеть от В зависимости от того, насколько ваши бюджетные средства позволяют сделать красивый ремонт Сейчас есть возможность сделать маленький обзор, как это может выглядеть изнутри Как правило, это может быть и однокомнатное помещение, и двухкомнатное, и даже как здесь трехкомнатное Здесь была стена и сюда пошла стена То есть отдельная кухня Однако для общего пространства и гармонии Здесь хозяева решили сделать квартиру-студию То есть общая комната, гостиная и кухня вместе А от гостиной есть еще отдельно две большие комнаты А все остальное, что касается ремонта Это уже непосредственно зависит от тех людей, которые там проживают И это может выглядеть очень даже и со вкусом, и красиво У кого на что хватает средств и фантазии Ботанический сад тоже интересный момент, но, к сожалению, туда не пускают Не пускают почему? Потому что, ну, вообще ботанический сад выполняет несколько функций И в том числе это исследовательская деятельность Сейчас там проводится исследовательская деятельность, и там не впускают людей Но есть несколько лазеек, через которые можно пробраться И когда сейчас у нас зима, вот где-то летом я пробирался туда И заметил, что они экспериментируют Они сажают на нашей почве, сажают пальмы То есть у нас на набережной в 15 микрорайоне есть пальмы Но они искусственные, выглядят круто Они там экспериментируют с нашей почвой Они пытаются адаптировать тропическую пальму в нашу среду И вот Так что в этнический сад вы не попадете, если не проберетесь по специальным лазеечкам Так как осадков здесь практически не бывает То полив деревьев имеет большое важное значение для роста дерева А здесь, смотрите сейчас Частный человек напротив своего дома высадил аллею деревьев И подвел под каждое дерево отдельный краник Это, я думаю, высший уровень пилотажа по уходу за деревьями Солнечный свет так красиво сейчас падает И видно структуру вот этой вот композиции На тему Великой Отечественной войны Просто не могу пройти мимо и не заснять, не поделиться этой композицией Ну как-то очень прям сделано красиво Касаемо, ну, касаемо вот этой вот ночной индустрии Здесь это развито Почему? Потому что здесь, ну, хорошая среда Ну, типа море, типа перспективы развития туризма, иностранцев Соответственно, это хорошая платформа для того, чтобы открыть ночной клуб Соответственно, сейчас конкуренция идет большая Между некоторыми такими монополистами в своем деле Которые реально очень сильно упираются в маркетинг И я бы подчеркнул здесь одно заведение, которое отлично с этим справляется Которому нет равных И они это делают на таком, знаешь, черном пиарчике И на развлекательной программе Но это круто, почему? Потому что Это заставляет, ну, не заставляет, это вынуждает людей выходить из зоны комфорта И, как бы, какие-то некоторые внутренние моменты их раскрывать Те, которые они обычно не показывают Есть и поконкретнее Окей, поконкретнее Есть заведение, грани Находится в четвертом микрорайоне Там концепция бара заключается в развлекательной программе Из чего состоит развлекательная программа? Каждые выходные есть шоу Хахабар Что оно из себя представляет? Это интерактивы, общения, конкурсы с гостями Вот именно зациклимся на конкурсах То есть, ведущий ходит по каждым столикам Общается с гостями, знакомится, щупает почву, так сказать С кем можно пошутить, с кем, как можно разговаривать А потом начинается шоу И как проходит это шоу? Это шоу проходит в виде колеса Называется колесо фортуны или колесо пиздеца Это колесо крутят, а на этом колесе написаны задания Сажают двух гостей, и они должны пройти три круга этих заданий За что в конце они получают фишку, которую могут обменять на бесплатный коктейль На любой коктейль из позиции меню Три человека по желанию? Два человека по желанию, да И, допустим, там есть такие задания, как, например, песня с шокером То есть, ты поешь или рассказываешь стих, и тебя бьют шоком Шокером Вот на тебя надевают вот этот пояс, который для собак Вот, и ты поешь, и тебя бьют шокером Есть, например, слежи сливки с тела собеседника Есть, например, там какие-то топ-3 позы в сексе Они показывают друг на друге Есть, например, наказание Как это? А, шлепок Это, допустим, вот на ком попала шлепок Тот нагибается, и второй собеседник бьет его ремнем пять раз Ну, вот что-то, что-то вот в таком характере, что-то в таком ключе А позади меня уникальный объект Это маяк, который находится на крыше многоэтажного дома Как я понимаю, это здесь единственный маяк, который в территории города в окрестностях И я, как понимаю, опять же, он ночью работает Вот эти балконы были полностью абсолютно все открытые И вот это вот, видишь, стенка, которая идет? Да Вот, допустим, дом разделенный на две части Раньше вот эти стенки, они были открытые То есть, когда ты выходишь на галерею покурить Или там что-то подышать там, поболтать с кем-нибудь Можно было отсюда, так же, как и с этой передней части, пройти к соседу А, с двух сторон были пролетные такие Балкон был раньше тоже как общим Общим, да Но сейчас уже общих балконов не встретить на сегодняшний день Все люди закрылись, как бы в этом плане удобнее Здесь тоже интересный момент О том, что вот ты можешь потрогать воду, и вода теплая Хотя эта вода идет из пластов Ну и по пару тоже можно понять, увидеть Из нее я всегда, когда еще до появления скальной тропы Мы всегда с ребятами в школе, когда школу прогуливали Проходили и здесь пили водичку Но это было совершенно по-другому Мы проходили сверху, а эта вода текла снизу То есть, вот этого места вообще не было Оно появилось чисто года четыре, может лет пять назад Вот в этом промежутке времени появилось В честь сбора пяти президентов саммита по вопросам Каспия Здесь решили провести не в Астане, в столице Казахстана, в Актау Поэтому, как бы, наши власти решили удивить президента Здесь, на скальной тропе, я встречаю скамейку примирения Ее фишка в том, что она сделана под углом середины То есть, если парочка села здесь, села здесь по два человека Они естественным образом скатятся и примирятся И план города построен так, что, ну, при самом тяжелом землетрясении, которое здесь произойдет Допустим, когда-нибудь эти дома сложатся, как карточные домики И, ну, по определенному порядку расстояния Если, допустим, такое случится, то спасать людей будет максимально легко Это именно в галерейном типе или здесь весь город так оборудован? Весь старый город, кроме новостроек, весь так сделан Та же вот высокоэтажки, которые ты видел, допустим Они именно, как по теории, должны будут падать только в определенном направлении Если что-то случится Есть пешпут Пешпут – это от слова пеший путь, все довольно просто Мы просто собираемся группами и ездим на какие-то или достопримечательности, что реже всего Или мы просто по карте ищем какие-то красивые, интересные места И просто едем туда стопом Если у нас, например, человек 20, то мы разделяемся с группы по 4 человека В каждой группе должен быть обязательно тот, кто уже ездил в поход Девушка Тот, кто уже ездил в поход, почему? Потому что, когда есть целая система того, как ловить здесь Второй момент – обязательно должна быть девушка Почему девушка? Потому что водители – мужики, и им спокойнее, когда не видят девушку И когда девушки за рулем, они, например, больше останавливаются девушкам Это второй момент Третий момент – должен быть тот, кто не балабол А как это сказать? Болтливый В общем, тот, кто сможет говорить Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да И чаще всего он должен объединять в себе и казахскоговорящего Но такое редко, поэтому казахскоговорящий человек отдельно Почему? Потому что Чаще всего мы ездим с теми, кто из населенных пунктов Такие, ну типа из сел, и они больше всего на казахском говорят Поэтому нужен тот, кто их понимает То есть мы выезжаем из точки А А вот наша точка Б Мы делаем несколько Пунктов встреч Где-то мы обедаем и едем дальше И там уже на точке у нас чисто исследовательская деятельность Глубинный смысл этого проекта заключается в том, чтобы Объединить творческих людей И показать им то, что Ну не обязательно уезжать куда-то за границу Для того, чтобы развиться Можно развиться здесь Главное сделать это комьюнити творческих людей Которые будут продвигать наш город И наш город станет более круче И более интереснее И станет более Как это Лучшей платформой для развития Потому что, конечно, здесь ничего нет Такого, как за границей Но зато здесь можно открыть свое Потому что здесь этого нет И моя вообще как бы цель И задача Пешпута Это объединить этих людей И делать охуенные проекты Которые будут просто разрывать Тут все Началом скальной тропы Можно считать Яхт-клуб Бриз Так как у нас в Белоруссии нет яхт То мне достаточно интересно было бы Понаблюдать Затем вообще Какие яхты бывают Хотя бы визуально, зрительно Поэтому сейчас будет подборочка Кадров о том, что я увижу Там В яхт-клубе Вот, например, показали мне яхта Судно, где дно Имеет пробоину И вот она сейчас на ремонте А ремонт делают Вот буквально там Цех Шумят Вот это место Вот это место Вот-вот-вот-вот-вот-вот Я не знаю, можно его взять крупным планом Или не меня Вот это место Вот это место для меня с детства было особенным Почему? Потому что я любил сюда приходить один Просто садиться туда Попивать этой водички И просто думать Или просто не думать А просто сидеть Когда я приехал из Астрахани сюда Я приехал не один А со своей улиткой Которую мне подарили Ее звали Айси Улитки гермафродиты Поэтому неважно У них нет пола И они могут самооплодотворяться Вот Это улитка Ахатина Которая Тропическая улитка Вот такие большие Они вырастают И они обитают только в тропиках И я им там, короче, сделал двухэтажный коттедж А после этого я, короче, такой думаю Блин, вот у меня есть вот это место Может их переселить туда Поэкспериментирую Эксперимент начался где-то в апреле месяца Последний раз, когда я тут был Я увидел, что Те улитки, которых я всегда видел Они умерли Теперь мы пойдем туда Проверим Опа Опа А потом, кстати, в последнее время У меня здесь появился еще один друг Таранту Я надеюсь, он сегодня в настроении И встретит нас Вот эту водичку я всегда пил Тресненькая Не солененькая Вкусненькая Чистенькая А вот смотрите, ребят Вечернее время Скальная тропа В городе Октауна Каспийском море Это вообще какая-то сказка невероятная Подсветка так красиво сделана Ну здесь днем я гулял Невероятно было А тут на тебе Вечером это еще что-то отдельное То есть смотришь закат Море шумит Красиво, аккуратно сделаны Такие тропинки Дорожки Три километра вперед Можно гулять по этой красоте С подсветочкой Впереди меня тьма тьмущая И там Каспийское море Но сейчас сделаем оборотик И здесь начнется такая Великая красота Нереальная Просто все это такое Ой, залипательно Я не знаю, что еще добавить Вот Идешь, идешь сюда И здесь можно сидеть С любимой девушкой Романтическая встреча Это же просто было бы прекрасно Ребят, приезжайте Обязательно в город Октау Скальную тропу Смотрите Вечернее, в дневное время Смотрите Какая прелесть Какая красота Просто сказка Нереальная И это все И это все Казахстан Кто бы мог подумать Никогда в жизни Я бы такого Знать не знал Видать не видал А вот он просто от холода высох Жуткое зрелище Похож на айси Похож по цвету Но айси, по-моему, должен быть больше Возможно, я себя просто успокаиваю Что это не он Потому что я к нему был привязан Вот Немножечко Погрустим А также здесь мы можем увидеть Их яйца Эти яйца не умерли Они просто ждут своего времени Когда вылупится Вот То есть Вот видите Вот этот песочек Это я им специально притащил Для чего? Для того, чтобы они смогли тут размножаться Каким образом происходит их размножение? Они закапываются вглубь На какую-то определенную глубину Откладывают там яйца И сами высовываются И продолжают жить А яйца там Как это? Вылупляются Допустим Кушают свою скорлупу Для того, чтобы их панцирь окреп Кальцием И потом высовываются И все Живут сами по себе И это первая причина А вторая причина Это для того, чтобы В неблагоприятной для них Среду Они просто закапывались И впадали там В спячку Вот Но здесь Я им даже насыпал землю И они не закапывались А возможно Все остальные Просто закапанные под землю Никто не знает Да, немножко ночного города Поснимаем Давай, давай Это Мангистаун Манайгаз Который Во многом Существует Октау Из дегут И за счет него Газовая инфраструктура Здесь управляются? Мангистаун Манайгаз Это перевод Мангистаун Нефти и газ Ага Это управление нефти То есть богатенькие люди там Да, да, да Посмотрите Олигархи Олигархи Так Едем по ночному Не все Но акционерные Но зарплаты Очень большие Стоит отметить Что ночной октау Он имеет тоже Свою жизнь Свою атмосферу Иллюминации Подсветочки Они Встречаются Повсюду Даже Обычные Новые Уже Жилые дома Они могут Иметь Очень такую Помпезную На уровне Подсветку Которая Достойна Внимания Ну что, ребят Выпуск подходит К концу Поэтому Благодарочка Всем, кто Залайкал Комментарии Ставил Подписочка Для меня Это, конечно же Естественно Важно Все Все понимают Если Кто-то Желает Зареквизитить Задонатить То реквизиты Есть В описании Для меня Это будет Естественно Важно Потому что Путешествие Еще будет Длиться Месяц И месяц И месяц И по Азии Ну что До новых встреч Всем Хорошо провести Новый год Встретить Новый год И Удачи Счастья Вот Всякого Такого Позитивчика